ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Чудотворные святые источники, которыми так богата наша земля, напоминают нам о том, что Иисус Христос наш Спаситель и есть тот высший живоносный источник, питающий Церковь и весь мир. Вода есть сущность всего. Из воды все произошло, и воду все вновь возвращается. Эти слова древнейшего греческого философа Фалеса, жившего в VII веке до Рождества Христова, отражают и наше сегодняшнее представление о воде как о безусловном источнике жизни. Вот и библейское повествование начинается с упоминания о воде. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою. Водная стихия издавна символизировала для человека таинственную силу, несущую в себе как основы жизни, так и смерти. Вода в падшем мире не только созидает, но и разрушает. В Ветхом Завете она орудие гнева и суда Божьего. Так всемирный потоп очищает землю от закореневшей в грехах человеческой цивилизации. А волны Красного моря поглощают войско египетского фараона, преследовавшего уходящих из плена евреев. И все же главное значение воды в Священном Писании это взримые знаки милости и благословения Божия. Оба с воды символизировал дарованное Богом благоденствие и благополучие. Иордания. Здесь Ветхозаветный пророк Моисей впервые увидел землю обетованную. К ней сына Израилевы держали свой долгий путь. Древний город Петра, лежащий у подножия горы Ор. На ее вершине был похоронен пророк Аарон. Главный источник воды в этих местах – ручей Айн-Муса, ручей Моисея. По легенде, он возник по молитве пророка Моисея, дважды ударившего о камень своим жезлом. Этот источник тысячелетия за тысячелетием льет свои воды из скалы, утоляя жажду все новых и новых поколений. Но вот пришло время Нового Завета. И Спаситель идет к реке Иордан, туда, где люди каялись в грехах и совершался обряд очищения. Место крещения Иисуса Христа также находится на территории современной Иордании. Здесь Иоанн-Креститель увидел идущего к нему Иисуса и воскликнул «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!». Две тысячи лет назад, погрузив эти воды, Спаситель своим божеством очистил их до непостижимых разуму глубин, так что отныне всякий человек, идущий за Христом в купель крещения, выходит из нее очищенным от грехов. Так вода для христианина приобретает особое, таинственное значение. Христианство пронизано символикой воды. Созданы специальные богослужебные молитвы, освящающие и благословляющие воду. Неотделимым от самых главных церковных таинств, крещения и причащения, является вода. Помимо этого, многие обычные природные источники стали местом особого почитания и даже паломничества к ним. Что же такое святой источник? Понятно, что речь идет о бьющих из недр земли ключах, родниках. Но почему один источник называют святым, а другой просто родником с природной водой? Когда его можно назвать святым, и где начало этой традиции? Церковное предание сохранило рассказ об одном необычном источнике. В пятом веке в Константинополе, близ так называемых золотых ворот, находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. В роще был источник. Постепенно это место заросло кустарником, а воду затянуло тиной. Сегодня древний Константинополь называется Стамбулом. Мало что осталось от былой Византийской империи. Ее славная столица разрушена и стала гигантским турецким мегаполисом. А на месте упоминаемой в предании рощи сплошные городские застройки. Но вот уже полторы тысячи лет приходят люди в место, которое турки назвали Балыклы, и набирают в бутылочке воду. А сама история такова. Будущий византийский император Лев Маркел, тогда еще простой военачальник, встретил здесь в жаркий день измученного жаждой слепца. Лев проявил сострадание и стал разыскивать воду для несчастного. Вдруг ему послышался женский голос. Пойди под синятые рощи, подчеркни воды, которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую ты найдешь в источнике, положи на глаза слепого. Я помогу тебе вскоре возведу здесь храм, и все, приходящие сюда с верою и призывающие мое имя, получат исполнение своих молитв и исцеления от недугов. Слепец испил этой воды и прозрел, и самостоятельно пошел в Константинополь, прославляя Богоматерь. Когда в 457 году Лев I, прозванный Великим, был коронован императором, он вспомнил сказанные ему Богородицей слова и построил в этом месте храм. А источник он назвал Живоносным и повелел написать икону. Многими чудесами прославился этот родник, так же, как и образ Божьей Матери Живоносный Источник. Это название получило монастырь, возникший впоследствии на этом месте. Так уж сложилась история, что все знаменитые Константинопольские монастыри или перестроены в мечети, или лежат в развалинах, как, например, этот, прославленный Студийский. А вот небольшой, стоящий на источнике, жив до сих пор. Может быть, это потому, что здесь льется та самая вода, которая явила и являет до сего дня чудодейственную помощь Богородице. В случае, когда источник воды появлялся сверхъестественным путем на месте чудесного явления Божьей Матери, угодников Божиих или их икон, было немало и в России. Святой источник, о котором мы вам сейчас расскажем, ведет свою историю с 13 века. Родник, родина, народ. Слова одного корня. Родники рождают ручейки. Ручьи – малые реки. Реки питают Россию. Монастырь «Курская коренная пустынь» основан на берегу реки Тускарь. В этом месте была явлена людям чудотворная икона Знаменья Божьей Матери. Произошло это в бедственную пору, когда многие города и селения были разорены нашествием полчищ Батыя. В 1295 году два охотника промышляли в лесу в 30 километрах от Курска. Они увидели у корня большого дерева лежащую икону. Когда ее подняли, из земли забил источник воды. Тогда же на месте явления иконы была построена первая часовня. Вот именно здесь была явлена икона Божьей Матери Знаменья Курской коренной. На праздник Богоявления и Крещения Господня здесь освящают воду чином великого освящения. И вообще в великие и двунадесятые праздники, когда совершается молебен водосвятный, здесь постоянно освящается водичка. Воду после освящения раздают людям. Вода имеет особый вкус. Можете сами испробовать. Температура воды 8 градусов. Очень теплая сравнительно вода. Вода действительно не ледяная. И вкус у нее мягкий. Многие люди говорят, Богородица щадит. Но вернемся к истории. Сто лет спустя, после обретения иконы, Курская земля подверглась новому разграблению. Захватчики схватили икону, рассекли ее на две части и бросили в разные стороны. Благочестивый старец Боголюб позже нашел эти части, сложил их вместе, и они тут же срослись. Слава о чудесах иконы дошла до царя Федора Иоанновича. В 1597 году на месте обретения чудотворной иконы был открыт монастырь. На высоком холме построили храм, от которого к реке и над кладезной часовней спускалась каменная галерея. В годы борьбы с религией храм Рождества Пресвятой Богородицы был взорван. Галерея разобрана, а чудотворный источник залит цементом. Однако он почти сразу пробился в нескольких местах. Сегодня здесь помимо главного источника, известны источники, освященные в честь святого Пантелеймона Иоаннуфрия Курского, святителя Николая и Серафима Саровского, источник Казанской иконы Божьей Матери. В 2006 году пробился новый источник, названный в честь царственных мучеников. Каждый источник помогает в той или иной болезни. К примеру, казанский источник называют еще глазным. Сюда приходят люди с болезнями глаз. Лет 20 назад мне врачи сказали, что зрение вас очень плохое, вас ожидает полная слепота. Поэтому по молитвам Божьей Матери я до сих пор хожу, вижу, тружусь, хотя они не разрешали более двух килограммов мне поднимать. Я сейчас полно чувствую себя, выполняю все работы, в том числе и тяжелые. И всегда я помню об этом источнике. Мы сюда приезжаем, берем воду, я пью ее, сбрызгиваю себя, глаза промываю. Благодарю этому. До эволюции зимним местом пребывания иконы Божьей Матери Знаменья был город Курск. Образ хранился в Знаменском кафедральном соборе. Икону переносили сюда крестным ходом из коренной пустыни. В годы Гражданской войны икона вместе с курским епископом Феофаном прошла дорогами русской эмиграции через Константинополь, Салоники, Белград и Мюнхен. В Мюнхене было подворье, где была домовая церковь и где хранилась эта икона. И только в 51-м году икона и сенот русской зарубежной церкви выезжают в Соединенные Штаты Америки, где недалеко от Нью-Йорка была основана новая коренная пустыня. Икона Знаменья Курской коренной пустыни считается покровительницей всего русского зарубежья. Однако и в самой России память о ней не стерлась. В центре монастыря скульптор Клыков установил памятник Серафиму Саровскому. Преподобный не раз бывал в монастыре, а от чудотворной иконы в 10-летнем возрасте получил исцеление от тяжелой болезни. Такая же скульптура установлена недалеко от города Сарова, где совершал свои подвиги батюшка Серафим. Совпадение или нет, но Саровская земля также богата святыми источниками, как и Курская. В 1990 году в Курске возродилась традиция проведения крестных ходов с иконой Божьей Матери Знаменья. В них участвует список иконы начала 20-го века, точная копия чудотворного образа. Не иссякли и святые источники. Наши сердца радуются, когда погода хорошая, приходишь, воды набрал, сразу полегчало, сразу на душе радостное. Каждый день и с утра до самого вечера здесь движение людей к источникам. Не только воды набрать и покупаться. Вот сегодня уже с утра подходили, 7 человек просили искупаться, благосостояние взяли. В течение всего дня, пока мы находились в монастыре, его территорию пересекал нескончаемый живой ручеек паломников, спускающихся к родникам и поднимающихся с полными руками и радостью сердце обратно. Родник, Родина, народ, слова одного корня. Во времена богоборческой власти со святыми источниками боролись так же, как с церквями и монастырями. Доступ к ним закрывали, их бетонировали, засыпали землей, а продолжающим ходить за святой водой угрожали расправой. О том, как это было, расскажет наша постоянная рубрика «Архив православной энциклопедии». Перед нами оперативные съемки, которые скрытно делали работники органов на месте паломничества верующих к святому источнику «Синий колодец» близ села Клины Могилевской области в 1961 году. Несмотря на угрозу увольнения с работы или исключения из комсомола, тысячи людей в праздник семи братьев Маковеев стекались сюда, чтобы получить исцеление от физических или нравственных недугов, чтобы обрести духовную помощь через святую воду. Некоторые окунались в источник с молитвой об обретении долгожданного ребенка. Перед нами докладная записка главы Совета по делам Русской Православной Церкви генерала КГБ Карпова ЦК КПСС. Что же не дает покоя генералу в связи с очевидными массовыми паломничествами в разных областях страны к святым местам? Оказывается, его раздражает, что подобное паломничество, по его мнению, является следствием суеверий, язычества и идолопоклонства, служит разжиганию религиозного фанатизма и является предметом наживы для церкви. Он объясняет партийным вождям, что большинство таких колодцев и источников связано с различными преданиями о явлениях разных чудотворных икон или деятельностью основателей монастырей, которые якобы своими руками рели колодцы, открывали источник, на месте которых потом организовывались монастыри. По мнению генерала, святые места посещаются только отсталой частью населения. И в соответствии с указаниями Хрущева, Карпов предлагает разработать мероприятия по использованию этих мест для различных хозяйственных целей, исключающих возможность посещения этих территорий паломниками. Скорее ЦК КПСС принимает постановление. Вот оно. Главное его указание – на основе методов убеждения местным органам власти добиться прекращения паломничества и закрытия так называемых святых мест. И вот уже в селе Клины проводят собрание колхозников. Собрание колхозников колхоза имени Крупской с участием населения в излужавших населенных пунктов восстанавливает. Цент проволокурирует. Подобная тактика применялась в те годы повсеместно. Святые источники бетонировали, засыпали песком, их территорию объявляли секретной военной зоной или просто там строили пионерские лагеря и дома отдыха. Но даже спустя десятилетия верующие сохранили память о всех чудотворных источниках, многие святыни были восстановлены, паломничество к ним продолжается и сегодня. Наиболее известными и почитаемыми на Руси, пожалуй, являются источники преподобного Серафима Саровского и преподобного Сергия Игумена Радонежского. Священное место для всей России – Троица Сергиева Лавра. Она находится в самом центре Сергиева Посада и была основана Сергием Радонежским в 1337 году. В истории Лавры есть и страницы, связанные со святыми источниками. Так сам преподобный Сергий неоднократно молитвой изводил из земли рудниковую воду. Первый раз, прямо здесь, на месте будущей Троицы Сергиевой Лавры, когда братья его возроптала, далеко не у отча ходить нам за водой. Сжалился преподобный над немощами братьей и молился так. Ты, Господи, в безводной пустыне дал воду непокорному народу еврейскому. Не откажи и нам, здесь работающим тебе день и ночь. И открылся источник воды. Со временем вода там иссякла и место топа забылось. Но уже в середине 17 века, во время ремонта Успенского собора, забил новый родник. Был в обители незрячий монах. Пафнутием звали. Испил этой водицы и прозрел. Стали и другие черпать пригоршнями и ковшами. И все чувствовали прилив физических и духовных сил. Теперь на месте этого родника расписная надкладезная часовня. По сей день этот родник утоляет жажду, приходящих к нему. Некоторые даже утверждают, этот источник и есть тот самый, который Сергий вымолил для братьев. Может, так оно и есть. Точно нам это неизвестно. Знаем лишь, что немало верующих исцелились этой водой. А вот второй лаврский источник связан с преподобным Саввой Старожевским, учеником и послушником Сергия Радонежского. Вскоре после кончины своего учителя он шесть лет был игуменом лавры. И однажды, когда монастырь нуждался в воде, Савва пришел сюда, на это место. Он долго молился о даровании чистой воды, пока, наконец, не открылся родник, который не иссякает вот уже 600 лет. Здесь, у родника, обязательно услышишь от кого-нибудь чудесную историю. Два года назад приехал в ужасном состоянии. Заболел я, заболел. Мысли о самоубийстве, уже надежды не было никакой. Таблетки, таблетки, таблетки. Тогда я просил, что, Господи, исцели меня обязательно, исцели. Поверь, ваше добудет вам. Я здоров. Известно, что Сергий Радонежский был хорошим плотником и за свою жизнь выкопал много колодцев. Некоторые из них сохранились и по сей день. Но самыми известными и почитаемыми источниками его имени, конечно, являются гремячие источники. Столько воды, да еще такой чистой и целительной, вы, пожалуй, нигде в округе не увидите. Я его любимый. В настоящее время верующими людьми почитается несколько источников, связанных с именем преподобного Сергия Радонежского. Самое мощное из них, это, несомненно, вот этот, который находится здесь, вблизи деревни Взгляднево. Это место еще называют малинники. По преданию, шесть столетий тому назад, по дороге в Киржач, здесь останавливался преподобный Сергий со своим учеником, преподобным Романом Киржачским. И вот здесь, вот на этом самом месте, преподобный Сергий молился об объединении русского народа и освобождении его от иноземного ига. И в знак того, что Господь услышал эти молитвы, на склоне этой горы забил благодатный источник. В народе его прозвали Гремячим, потому что воды этого источника гремели так, что их было слышно на расстоянии нескольких километров. Играет музыка Играет музыка На святые источники идут верующие и неверующие люди, кто за телесным здоровьем, кто за духовным. Во многих регионах России возродилась традиция ходить на святые источники крестным ходом. Традиция совершать крестные ходы из Борисоглебского монастыря к источнику близ села Кондакова была возобновлена 10 лет назад. Путь этот более 40 километров верующие проделывают за 4 дня во второй половине июля. По дороге останавливаются в селах и деревнях, служат там молебны. Как правило, это приходится делать под открытым небом, так как многие храмы разрушены. Верующие по очереди несут вериги преподобного Иринарха. В начале 17 века подвиг этого святого укрепил многих русских людей на борьбу с польско-литовскими захватчиками. Из 38 лет монашеской жизни, 30 лет преподобный Иринарх провел в затворе в маленькой келье, выдолбленной в монастырской стене. Спал 2-3 часа в сутки. Зимой и летом был он босой, так как свои сапоги отдал нищим. В разгар смуты, в годы страшных беслей, когда захватчиками вырезались целые города, прибавлял себе Иринарх оков и тяжести. Были на нем 16-килограммовые вериги, шейные и ножные путы, пудовые и поясные связи, оковы для рук, обруч для головы, 142 кованых креста. Силой духа вооружал Иринарх своих соплеменников. Среди них князь Скопеншуйский. Он получил от преподобного крест и благословение на борьбу с поляками. А в 1612 году к преподобному пришли Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. «Увидите славу Божию!» Такими словами напутствовал Иринарх вождей народного ополчения, двинувших свое войско на захваченную поляками Москву. За духовные подвиги преподобный Иринарх был наделен даром прозорливости, мог исцелять людей от болезней. Этот источник был ископанным еще в юности. Здесь он любил уединяться для молитвы, здесь позднее построил часовню. С того времени часовня у источника не раз перестраивалась и обновлялась, а место это становилось все более и более известным. Ежегодно приходили сюда грестным ходом из Борисоглебского монастыря братья и многочисленные паломники. Более 300 лет существовала эта традиция. Сейчас собирается более тысячи человек. На революции собиралось, есть описание, что около тысячи человек и в течение семи дней они проходили. В июле 1997 года на источнике был установлен крест, устроена купальня и возобновилась традиция крестных ходов. Вновь у источника близ села Кондакова служит водосвятный молебен и звучит многоголосая молитва. «Преподобный отче нашей Ринарши, моли Бога о нас!» Практически ни один большой церковный праздник не обходится без водосвятного молебна, который часто совершается на природных источниках. И вполне естественно, что такие источники становятся святыми, поскольку эти воды осеняет имя Христова, подобно тому, как Он сам осветил воды Иорданские. Поэтический церковный текст называет эту воду «источник нетления», «дар освящения», «грехов разрешения», «недугов исцеления», «демонов всегубительства» и «преисполненной ангельской крепостью». С наступающим вас праздником воскресения Христова! Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok